Неделя детей и молодежи Субтитры сделал DimaTorzok Неделя детей и молодежи проводится уже в седьмой раз Но на самом деле это не новый проект, он вырос из других До этого у нас был Scream Games Беларусь До этого был просто чемпионат в Беларуси В целом чемпионат, который проходит в апреле во время весенних каникул У нас начинался с одного дня и начинался он 15 лет назад Сегодня день хип-хопа Вообще можно поделить следующим образом Стрит-культура Это сегодняшний день и часть завтрашнего дня Сценическое искусство Это эстрадный танец, народный танец, детский танец Современная хореография и так далее Потом отдельным соревнованием у нас идут именно по современной хореографии Это джаз, модерн, импровизация Но и вид спорта чирлидинг Это основные соревнования Параллельно с дворцом спорта проходит соревнование по восточному танцу Проходит соревнование национальных субкультур У нас всегда оценивают лучшие мировые специалисты В этом году это было наиболее тяжело Но нам удается Есть гости из Латвии, из Эстонии, из Франции В гип-хопе Естественно, это кроме престижа Это еще и фан Потому что находиться на одной площадке С мировыми легендами Всегда престижно И всегда очень интересно Более того, завтра они будут соревноваться Еще в более узком кругу Во время батлов Когда все будут находиться в одном круге И, собственно, разницы между танцорами и судьями Не будет никакой Для остальных категорий это немножко другое Например, чирлидинг Для того, чтобы попасть на соревнование, которое будет проходить в воскресенье Им пришлось пройти жесткие отборы Во всех областях И только лучшие команды, которые победили на своих областных соревнованиях Попадают сюда В современной хореографии чемпионат Беларуси Это отбор на чемпионаты мира и Европы Поэтому в каждом стиле свои причины, но смысл одинаковый У нас есть с кем похвастаться Очень тяжело сравнивать с мировым уровнем Потому что на билетхе-хопе существует огромное количество организаций Огромное количество мероприятий, которые проходят И чтобы в одном месте собрались все самые лучшие танцоры Вообще невозможно Потому что у всех свои направления в том же самом гип-хопе И свои категории, по которым проходят соревнования Но наши танцоры выступают очень неплохо Но и сейчас наши есть на призовых местах Это было и в 19-м, и в 18-м году Когда приезжих гостей было гораздо больше И было представление стран, естественно, тоже гораздо значительнее Игорь, добрый день Здравствуйте Где находимся? Мы находимся в городе Минске, во дворце спорта На очень прекрасном мероприятии Неделя детей и молодежи У вас такое очень устрашающее звание Судья Ну, оно на самом деле не устрашающее Это, наверное, самое почетное звание Потому что мы направляем детей в нужное русло То есть указываем тот путь правильно И детям, и руководителям, куда надо двигаться На что опираетесь, когда судите? Ну, в первую очередь опираемся на тот стиль, который судим Те критерии, которые у нас есть Судим не очень строго Потому что понимаем, что все-таки это дети Что надо давать оценку в перспективу А не в то, чтобы ребенку показать, что он чего-то не может Ну и в целом, чтобы ребенок добивался успеха Трансфор, это может быть профессия все-таки? Знаете, когда-то никто в это, наверное, не верил На сегодняшний день, да Может быть, в будущем это будет и профессия будущего Как сейчас IT-технологии Потому что все-таки творчество развивает людей более креативно И развивает мышление более как-то неординарно Танец, он открывает в человеке много различных качеств Независимо даже от того, кто ты по профессии Ты можешь заниматься танцем И независимо от этого у тебя все равно возникают какие-то мысли Какие-то новые решения И этому на самом деле помогает танец Ну и в первую очередь танец всегда помогает разрядиться эмоционально То есть приходя в зал иногда после сложного, трудного рабочего дня Ты получаешь позитивную энергию И тем самым заряжаешься на новый день Даша, добрый день Здравствуйте Вы к нам из Питера Да Как добирались? Очень быстро, с удобствами, с комфортом Вы студите хип-хоп, диско? Да, и современную хореографию Вот диско, для меня, я уже сказала, это просто какие-то монстры Потому что когда они начинают прыгать назад, не глядя, но это всегда ровненько Мне кажется, они такие прям бойцы Это точно Спорт закаляет Все-таки я диско отношу больше к спорту Но с элементами шоу, я бы вот так сказала Приезжаешь и понимаешь, что как раз интерес посудить В первую очередь в том, чтобы понять разную школу Оценить разную школу в сравнении И, конечно, дать возможность танцорам посоревноваться друг с другом Могут ли наши танцоры составить конкуренцию, допустим, на международном уровне? Является ли участие в таких мероприятиях престижем, да? Или это все-таки для развлечения, как вы думаете? Нет, это абсолютно престижное мероприятие И Белоруссия очень конкретно способная страна Есть у вас, вот как для судей, да? Когда смотришь и все-таки кого-то для себя отмечаешь Какого-то танцора, на которого делаете ставку И потом, допустим, следующее, да? Какое-то соревнование, и видите, как он вырос внутренне, да? И как мастерство его отточило Ну, я скорее, наверное, не могу выделить конкретного танцора Скорее я выделю, наверное, пункты, по которым я ориентируюсь, да? Это в диско, это, конечно, индивидуальность В первую очередь Но вкупе с техникой Потому что, конечно, у нас много танцоров, которые хотят И это видно, которые горят своим делом, да? Но кому-то чего-то может не хватать Вот, а когда это все вкупе То вот тут как раз и рождается чемпион Ну, а в России проходят такие мероприятия? Вот целую неделю, да? Детей и молодежи, соревнования такого уровня? Ну, недели уж не проходят у нас Но дня три-четыре тоже могут проходить Да, у нас есть крупные чемпионаты Ну, я думаю, что все-таки танец объединяет, да? В скором времени Границы откроются, да? И нас будут рады видеть во многих странах Не только в России, в Беларуси, да? И где-то в Европе Я тоже на это очень надеюсь Как ты оцениваешь уровень подготовки наших танцоров на соревновании? Я считаю уровень очень хороший Крепкая танцевальная школа Ребята по-настоящему выносливые И очень сильные в разных стилях Я действительно впечатлен Что особенного ты даешь на своих мастер-классах? Я стараюсь указать ребятам направление для собственной практики Сейчас, правда, очень много информации в интернете от разных танцоров И детям легко запутаться Я стараюсь направить их, дать какие-то упражнения Которые они легко могут использовать потом самостоятельно Вдохновение и повторение за кем-то Расскажи, в чем ты видишь разницу? Для меня копирование чего-либо стиля Это когда ты в точности повторяешь чьи-то движения по видео, например Это как стиль Майкла Джексона, который копируют многие На мой взгляд, это не очень хорошо для хип-хопа Потому что если все будут просто копировать друг друга, хип-хоп умрет Но когда ты вдохновлен кем-то, то ты берешь что-то лучшее от одного, что-то от другого Пропускаешь через себя, и это становится уникальным Какими качествами и навыками должен обладать хип-хоп-танцор? Первое, это, конечно, свобода Обязательно знать историю хип-хопа Основы Классику стиля, музыку, культуру Ведь это не только рэп и танец Это и граффити, и диджейинг, битмейкинг Ведь это настоящий стиль жизни Он в каждой детали Я живу хип-хопом, дышу им и умру за него Субтитры создавал DimaTorzok